Подзаголовок «Моя мама перед войной». Дядя Фима с матерью жили в самом центре города, на улице Кривой, что возле Парапета. Это было одним из красивейших мест в городе. Парапетом назывался Большой сквер, в тенистых аллеях которого любили гулять горожане. На скамейках располагались старики-пенсионеры с шахматными досками, домино и неизменными бакинскими нардами. Звонкий стук нард и россыпь зар, крики «Ду шеш, шеш у беш» раздавались вокруг, смешиваясь со свежающим шумом фонтана и наполняя воздух запахом жары, прохлады и покоя, запахом Баку. Улица Кривая шла от музея Ньзами, где мама пела царскую невесту, и, обогнув парапет, упиралась в пассаж, в узкий короткий проезд между большими домами, где тротуары проходили внизу самих домов с арками и балюстрадами. В пассаже располагались лучшие магазины города. С одной стороны — книжный пассаж, огромный книжный магазин на все темы и разделы, включая ноты и даже пластинки. С другой — магазины одежды, обуви и антиквариата. Тогда по Кривой еще ходил трамвай, сменивший в начале века конку. Его убрали оттуда, кажется, после войны. Во всяком случае, я трамвая там уже не застал. Как раз на остром углу Кривой и Пассажа, на втором этаже, над входом в магазин, был балкон Александровских. В эту квартиру переехала тетя Элла, когда вышла замуж. Кстати, фамилию свою она не меняла. Летом 42-го, уже в войну, она родила сына. Лазарем его назвали в честь брата дяди Фимы, уже погибшего на фронте. Моя мама, окончив техникум в начале 30-х, начала работать в АПУ Баксовета. Архитектурно-планировочное управление. Параллельно с работой она поступила в строительный институт и успела проучиться в нем год или два перед войной. О том времени она всегда говорила восторженно. Ее окружали блестящие и талантливые архитекторы и инженеры. Помню, с какой гордостью она произносила фамилии. Сабуров, Ваидов. Она не умела так блестяще формулировать характеристики, как тетя Элла, и ее отношение к вещам передавалось через интонацию, но не менее явственно. Некомаровское умение сказать, в кавычках, это была не ее, а тети Эллина, черта. В то же время у нее произошла большая личная драма. Началось это за пару лет до войны, когда маме было лет двадцать пять. Ей повстречался человек, которым она увлеклась, причем очень серьезно. Он был виолончелист, армянин, гораздо старше нее. Он не только был уже дважды или трижды женат, но был женат и во время этого романа. Говорил, что с женой он фактически в разводе. Обещал все оформить и жениться. Словом вел себя, как классический негодяй. Все это происходило у всех на виду. И родственники, и знакомые были в курсе, и маму очень жалели. У нее все было настолько серьезно, что никто ее не обвинял. Его непорядочность была для всех очевидна и возмутительна. С ним говорили, убеждали оставить ее в покое. Но это не имело успеха. То ли он не переставал, то ли она не могла порвать с ним. Мама мне рассказывала эту историю уже в довольно поздние годы, когда я уже и сам был женат. Я спросил ее, была ли она хоть счастлива тогда. «Какое там! Меня всю трясло!» Говорила она. Как-то они поехали вдвоем в Кисловодск. Мама вспоминала эту поездку, как сплошное мучение. Он купил ей коробку конфет и заметил, что они ей не очень понравились. Тогда он широким и, как ему, наверное, казалось, благородным жестом выбросил всю коробку. Мама этот случай как-то особенно вспоминала. Ее это глубоко возмутило тогда. Видимо, это был тот момент, когда она остро осознала, что с этим человеком у нее не может быть ничего общего. Через много лет она случайно встретила его, осунувшегося, потерявшего былое обаяние, и удивилась, как могла к нему когда-то что-то испытывать. Однако в конце жизни мама призналась мне, что это была единственная и настоящая любовь в ее жизни. Так прошла и закончилась молодость троих Некомаровых. А дальше была война.